Всем привет, с вами Тед. Чтобы делать вот такую клёвую пиццу, вам понадобится мощная духовка, либо огненная горелка. А сегодня я вас научу делать вот такую пиццу в домашней, обычной печи. Она будет хрустящая снаружи и мягкая внутри. Сочная, вкуснейшая пицца. Но, Тед, я же рукожоп и ничего не умею делать. Дай что-нибудь лёгкое, чтобы тяп-ляпа готова. Итак, сначала билд на пиццу для бронзовой лиги, для тех, кто не хочет ничего уметь. Секрет пиццы вообще в том, что в ней три текстуры. Мягкое, это наше тесто. Твёрдое, это начинка такая твёрдая. И вкуснейший мягкий соус. Именно мягкая такая текстура, жидкая. Короче, сначала готовим все ингредиенты. Нарезаем колбасу нашу или ветчину, что мы выбрали для начинки мясной, кубиками или полосочками, абсолютно не важно как. Потом берём сыр и делаем с ним то же самое. Нам не нужно заморачиваться по тёрке, можно просто нарезать всё, это без разницы. Берём какой-то хлеб, такой типа лаваш. Главное, чтобы он был пористый. Это будет более похоже на пиццу, чем какая-то покупная основа. Намазываем соус, кладём сыр, кладём сверху ветчину, потому что она будет у нас запекаться и будет обретать свой вкус. Кладём всё это в духовку, 200 градусов, минут 5-10. Там, смотрите на глаз, и будет вкусняшка вот такая крутая. В принципе, есть можно, в принципе, нормально. Но, конечно, это не совсем пицца всё-таки, но вкусно, вкусно. Ну и самое главное, такой штукой можно наесться, и она будет стоить где-то рублей 100, наверное, плюс-минус. В основном за счёт лаваша вот этого, да, то есть хлеб будет дорогой самый. Поэтому давайте перейдём к грандмастер нашей, великая пицца. И в ней мы начинаем именно с того, что мы будем делать все ингредиенты сами. Итак, рецепт на экране. Вы видите, всё в граммах. 300 грамм муки, 200 грамм воды, 9 грамм соли, дрожжей быстрых 2 грамма. Если они у вас натуральные, можно 4. Натуральные, значит, не сухие. С тестом можно много запариваться, но у нас будет простой домашний рецепт. Поэтому просто всё месим в течение минут 20. Можно руками спокойно всё месить. Это замес на 2 пиццы, по 250 грамм на лепёшку. Поэтому потом мы формируем, собственно, 2 лепёшечки. У нас 2 шарика из пиццы. И их потом мы отправляем в холодильник на сутки. Но если вы хотите быстрее, на самом деле можно оставить без холодильника часа на 3-4. Итак, дальше соус. Берём помидор, нарезаем его мелкими кубиками. Кидаем всё это в кастрюльку небольшую. Добавляем ложку соли, пол-ложки сахара. И всё это кипятим с грамм 50 где-то воды долить. Всё это дело закипает. Ставим на маленький огонь. Досыпаем травы какие-нибудь, чеснок. И выпариваем воду, чтобы соус стал густым, густым и, собственно, вкусным. И потом смешиваем всё это ручным миксером, либо, как я, картофеледавкой. Разогреваем духовку на максимум и подготавливаем все ингредиенты. То есть сыр, соус и какое-то мясное наше дополнение. Я приготовил колбасок итальянских. За 3 часа тесто увеличилось в размере где-то вдвое. Его нужно присыпать мукой и раскатать. Для начала из центра лепёшки аккуратно удаляем воздух и разминаем его, чтобы создать наши пышные вкусные бортики. Сделаем так несколько раз с разных сторон. И потом вот такими движениями бак-бак-бак и готова у вас отлично растянутая красивая пицца. Накладываем соус. Мой не только и однородный, как если бы я его смесил блендером. Но он, тем не менее, очень вкусный. Поэтому, чтобы добавить консистенцию, я ещё добавлю немножко томатной пасты. Совсем другой разговор. Затем сыр и наверх уже мясо, как обычно всё. Выглядит просто зашибись. Уже хочется её приготовить. А готовлю я её на верхнем ярусе и на максимальной мощности печи. Так она получается намного лучше прогревается от верхнего. И вот что у нас вышло. Такая вот крутая пицца. И вот такую пиццу, если вы сделаете сами, она реально с себестоимостью получается где-то рублей 60. То есть вообще ни о чём, зато как вкусно и питательно. Ну, всем приятного аппетита, а я пойду поем. Продолжение следует...